ВИРУСНЫЙ БОЛЕЗНИ Шарка сливы распространена практически во всех странах, возделывающих косточковые культуры, а также в Иордании, Казахстане, Китае, Турции. После 20 лет исследований учеными Всероссийского центра карантин растений, вирус был выявлен в 16 субъектах Российской Федерации. Впрочем, у нас шарка сливы встречается ограниченно, только очагово. Возбудитель заболевания поражает сливу, вишню, черешню, абрикос, персик, и лычу, миндаль и многие другие косточковые культуры. Фредоносность вируса заключается в индицировании прежевременно сбрасывания плодов. То есть плоды косточковых культур в самом начале созревания прежевременно опадают. На высоковосприимчивых сортах эти потери достигают 100% урожая. Вирус оспы вызывает на листьях косточковых деревьев образование хлоротических пятен, полос, колец. Желки листьев светлеют, а листовая пластинка деформируется. Вот вирус шарк и слив на зараженном растении вишневойлочной. Наиболее типичные симптомы данного вируса на данном растении – это образование хлоротического рисунка вдоль главных жилок. Данный вирус поражает также плоды вишневойлочной. Большая часть плодов опадает в самом начале созревания. На оставшихся плодах образуются вдавленные некротические пятна. Ткань зараженного оспой плода в месте пятен вдавливается, мякоть уплотняется. Под вдавленными пятнами она становится красноватого цвета, отдельные участки наполняются каменью. На плодах восприимчивых сортов образуются вдавленные пятна и полосы, которые постепенно приобретают коричневую окраску. Плоды становятся уродливой формы, потом мякоть чернеет, также поражается и косточка. Возбудитель шарки сливы представляет собой нитевидный вирус. Он относится к роду потивайрус, семейства потивериды, то есть имеет избиристые нитевидные вирионы, длиной около 700 наниметров, диаметром около 20 наниметров. Вирус быстро распространяется в садах тлями, осенью перелетающими с травянистых растений на сливу. В качестве переносчиков вируса зарегистрировано 15 видов тли. Из них значительный вред наносят зеленые персиковые и чертополоховые тля. Симптомы шарки сливы не всегда бывают четкими, что затрудняет выявление заболевания на устойчивых сортах. Имеются также случаи латентной инфекции. В садах с насаждениями сливы обследуется каждое дерево. Поражает эти растения потивирус шарки сливы, который очень долго может не проявлять себя. Скорее всего, заражение происходит или с саженцами, или с черенками, или через возбуждители болезней. Может проявиться через 5-6 месяцев, а может через 5-6 лет. Поэтому точно сказать, что это шарка или не шарка, может только лаборатория. Все подозрительные на зараженность оспой образцы направляют на обследование во Всероссийский центр карантин растений. На сегодняшний день в практике широко используются два метода диагностики потивируса. Полимеразная цепная реакция, ПЦР, и иммуноферментный анализ, ИФА. Основными мерами борьбы по-прежнему остается использование безвирусного посадочного материала, произведенного согласно стандартизированной схеме сертификации, проведения регулярных фитосанитарных обследований и борьба с тлями, переносчиками вируса. И самая, конечно, главная мера – это тщательный фитосанитарный контроль. То есть контроль насаждений с отбором образцов с обязательными тестированиями в лабораторных условиях. Шарка сливы не подлежит лечению, поэтому деревья с признаками поражения оспой должны выкорчевываться и сжигаться. А в садах рекомендуется использование устойчивых и толерантных к шарке сливы сортов косточковых деревьев.